Добро пожаловать на наш канал How to Spain об Испании для иностранцев. Сегодня тема нашего видео, где лучше работать доктору в частном или государственном секторе. У меня в гостях Михаил, практикующий доктор в Испании, и сегодня он поделится своим личным опытом. Ссылки на соцсети Михаила вы можете найти в описании к моему видео, лично познакомиться, и, возможно, будет приятное общение среди единомышленников и будущих коллег в Испании. Меня зовут Михаил, живу и работаю в Испании, закончил университет в городе Пермь, в моем родном, где, в принципе, прожил. Здесь работаю в двух системах, государственной в частной, то есть в государственной системе по сегуридат социаль и в частной как медику приваду, то есть частный врач. И, соответственно, мы на этом фоне решили сделать баланс и вывести врачей, которые хотят приехать к нам сюда, что все-таки лучше, где все-таки лучше работать. То есть даже я могу сказать на моем опыте, когда я приехал сюда, в государственные клиники устроиться достаточно тяжело, потому что есть большая конкуренция среди испанцев. Испанцы тоже хотят работать, хорошо зарабатывать, и это, скажем так, похвально, то, что молодежь научится. И устроиться в частной медицине гораздо проще в частной медицине по той простой причине, что постоянно есть нехватка специалистов. И, соответственно, здесь нехватка специалистов как и по дежурствам, то есть ночным каким-то сменам работы на скорой помощи в частной медицине и работа, скажем, с туристом, с русскоговорящим по той простой причине, что, скажем так, в государственной системе ваш русский язык никому не уперся никуда. И, скажем так, в частной медицине русский язык, он на вес золота по той простой причине, что пациенту не одно и то же русскоговорящему не одно и то же разговаривать с переводчиком или прийти самому и рассказать так, как оно есть. То есть та, где болит, именно то, что болит. Как в Испании стать врачом именно, когда приехал сюда без знания языка? Это надо в первую очередь задуматься о языке. То есть работать в государственной системе – это не то же самое, что работать в частной системе. Когда в частной системе у меня больше 100 пациентов, они русскоговорящие, то в государственной системе 100% пациентов, они испаноговорящие. И знание языка именно на уровне С1 и выше – это необходимый момент, который вы должны прекрасно понимать и прекрасно повышать своё знание постоянно. Потому что это не только технические какие-то ответы, а именно там что-то болит или ещё что-то в этом духе, но ещё и заполнение документов. Документы должны быть заполнены очень строго на правильном испанском языке и с правильной терминологией. То есть какие-то терминологии именно бытовые, они уже, как вы прекрасно понимаете, особенно те русские врачи, мы, когда нам пациент рассказывает про, грубо говоря, сопли слюни, мы в истории заболевания слова сопли слюни не пишем. Мы пишем слова более технические, медицинские. То же самое в испанской медицине. Это чтобы вы готовились. И другая часть ответа – сложно ли стать врачом в Испании. На самом деле ничего не сложного в плане того, что если у вас есть желание. То есть желание, когда вы уже решили, стремились, амальгировать диплом, подать. Сейчас требует знание языка B2. Это, наверное, самая сложная ступенька, потому что когда вы работаете уже врачом, находясь в России, и вы пытаетесь выучить язык до уровня B2, и это надо сдать Сервантес, язык Сервантесу. Я думаю, что Виктория расскажет уже в отдельных историях тему, что такое экзамен Сервантес. Институция Сервантеса, да, экзамен Дели. Экзамен Дели. И когда учишь язык в России, его выучить до уровня очень сложно. И это единственный пункт, когда наши русские врачи очень хотят приехать в Испанию работать, но застревает на нем, то есть на много лет. Почему? Потому что подняться до уровня A1, A2, B1, поднимаются, дойти именно до уровня технического хорошего языка, это уже сложнее. И амальдация диплома продлевается всего лишь год-год с половиной, и у врача появляется возможность поступить в ординатуру испанскую, сдать экзамен МИР. Экзамен МИР, на самом деле, очень сложный, потому что в причине, что он фильтрующий. То есть там очень много технических слов, и очень много технических моментов, когда вот недавно прошел экзамен, у меня с коллегами смотрели, что не сами испанцы понимают, о чем их вообще спрашивают. Представьте, каково нам русский. Да, кстати, могу сказать по своему опыту, что в Испании довольно много русскоязычных докторов, наверное, будущих докторов, потому что я в языковой школе училась, и у нас было много ребят, именно которые приехали в Испанию с целью либо повышения уровня, следующая ступень в медицине, либо уже чтобы работать. У нас в группе был мужчина, он анестезиолог. Он сдал экзамен, и как-то очень-очень быстро его сразу взяли на работу, и сейчас он работает в Жироне, по-моему, если я не ошибаюсь, а семья живет в Валенсии. Я тоже собиралась с ним интервью взять, надеюсь, что получится, потому что это очень интересный опыт. А по поводу зарплат, ну так, вкратце, если знаешь, возможно, в Испании больше зарабатывают? Ну, на самом деле вопрос ловушка. Когда мне много спрашивают, как сравнивать зарплату. На самом деле сравнивать зарплату достаточно сложно, когда мы в Испании больше и тратим. То есть съем жилья, вода, свет у нас тоже, соответственно, больше. Но если все равно это все посчитать, все вместе собрать, то работать в Испании врачом гораздо лучше. Я вот работал в России, я говорю, как оно есть, по той простой причине, что, вот, допустим, я, когда ухожу на дежурство, на следующий день я сплю, отдыхаю. То есть после дежурства у меня всегда есть цепной. А в России, когда я работал, что у нас после дежурства нет никакого цепного, ты просто идешь и дальше работаешь в твой собственный день. То есть если на выходной попался, значит тебе повезло, а ты идешь домой отдыхать. А здесь в Испании нас все-таки защищает. Тут серьезно работает защита работника и защита того, что мы все-таки работаем не с кирпичами, а никого хоть не хочу обидеть ни в коем случае. А мы работаем с людьми и процент ошибки очень важно его снизить максимально. Конечно. И что врач был максимально отдохнувший. Конечно же, мы все равно с этой пандемией COVID в стрессе, но тем не менее, скажем так, разница очень большая между Россией и Испанией. И зарплата, когда вы, скажем так, подсчитываешь зарплату, она душу греет гораздо сильнее, чем мне. Ну сколько? 2,5 тысячи, говорят, в среднем доктор получает. 2,5 тысячи, если хочет доктор поднять с дежурствами еще что-то в этом духе, может поднять еще в 2 раза увеличить зарплату. Да, и зависит от опыта, да, наверное. То есть, если ты пришел на какую-то, ну, к примеру, терапевт, наверное, получает меньше, чем хирург или одинаково? Там на самом деле таблица, она разная, разница по нашей выполняемой работе. По той просто причине, что у нас в терапии, в Испании, не то же самое, что в России, у нас в терапии тоже есть направление хирургическое, то есть, медик, когда КПССР делает мини-операции в центре Десалют и получает свой плюс. То есть, в любой работе, также терапевт и хирург, у нас есть какие-то свои плюсы. Если хирург просто сидит на консультации, разговаривает с пациентом, направляет на ту или иную операцию, а сам не оперирует, он получает ту же самую зарплату, что я и терапевт. А если хирург занимается именно руками, оперирует, что-то делает, то он, соответственно, получает плюс за то, что он сделал какие-то или иные операции. Да, вообще, хорошо быть семьей медиков в Испании, действительно. Я считаю, действительно, что медики должны быть, наверное, самыми высокооплачиваемыми. Потом должны идти учителя, потому что это всё-таки профессии, которые напрямую влияют на качество жизни человека и, в принципе, иногда спасают жизнь. Поэтому я зато обеими руками, чтобы доктора всегда получали не просто достойно, а супервысокую зарплату, чтобы у них была мотивация работать. Конечно, я понимаю, что они работают не ради денег, но, тем не менее, это же сложно эмоционально, наверное, это всё видеть. Это не просто прийти с девяти до шести работу сделать. Это действительно, ты проживаешь, мне кажется, с каждым клиентом, его историю. Это такой стресс. Ну вот, Виктория, я здесь не буду кривить душой, когда говорят, что врачи не работают ради денег. Когда деньги, когда врач получает хорошую заработную плату, он приятнее работает, он более на расслабоне, не на стрессе, он не думает, что ему необходимо. Он отдаёт гораздо больше пациенту, который пришёл, чем нежели, когда врач получает три копейки. Конечно, и после работы думает, где бы ещё заработать, чтобы оплатить ипотеку и детей отправить в школу. Конечно, врач должен быть полностью сосредоточен на своей работе. Для этого ему нужно создать комфортные условия. Я абсолютно согласна. Это правильный момент. И государственные клиники, они достаточно хорошо делают хорошие комфортные условия, то, что есть кабинеты, есть компьютеры, мы полностью информатизированы, мы полностью видим все истории, мы полностью видим все анализы. У нас прямо автоматически рисовываются все графики, анализы, контроли. У нас медсёстры хорошо работают. То есть, это говорит о том, что атмосфера врачу в Испании, по крайней мере, создана таким образом, чтобы я работал с пациентом. И я занимался здоровьем пациентом. Здесь хотел бы сделать небольшое отступление, что, как вот у меня мама всегда говорит, дело спасения утопающего, дело рук самого утопающего. То есть, если пациент не хочет и хочет магическую таблетку, то, соответственно, тут мы уже руками разводим и, соответственно, отправляем свободное плавание. Хорошо. Если заговорили о деньгах, то тогда возьмём государственную частную клинику. Ты тот редкий кадр, который знает на себе всё. Где лучше работать? В частной или в государственной клинике? Одним словом, в государственном клинике. В государственной клинике у тебя есть социальный пакет, грубо говоря, есть твоя заработная плата, есть твои отпуска. Когда ты приходишь с работу, у тебя нет, скажем так, когда ты приходишь с отпуска, у тебя нет накопленных пациентов. И однозначно работа в государственной системе более спокойнее. И заработная плата, она более стабильная. То есть, и когда на заработную плату приходит банк, она сейчас здесь всегда приходит на карточку, и со словом номина коммунидат валенсиана, ханира ли дат, ханира ли дат валенсиана, в банке начинают все вокруг тебя бегать, потому что это такой клиент, вип-клиент. Они хотят тебе кучу всего предложить, еще кучу всего дать. Я за то, что пусть врачи будут вип-клиентами, а не банкиры и коммерсы. Вот реально, врачи должны быть вип-клиентами, врачи, учителя, кто там действительно важные профессии. И это чувствуется на самом деле, когда я просто первые годы, когда жил здесь в Испании, пока еще не устроился на работу, работал в частной медицине с туристом, по туристическим страховкам. Там дело совершенно по-другому стояло. То есть необходимо, грубо говоря, как потопаешь, так и полопаешь. То есть пробежать по куче пациентам, сделать кучу назначений, проконтролировать кучу всего, и тогда ты что-то получаешь. То есть если в месяц ты ничего не сделал, то, соответственно, если... Ну и зарплата меньше, да? То есть чем... Ну, в среднем берем 2,5 среди медиков, в частной меньше? Да, в частной будет меньше. В частной медицине, особенно в госпиталях, они делают по пациентам, и они делают по страховым компаниям. И страховые компании, они спускают меньше денег на каждого пациента. И более того, что в частные госпиталя они делают момент, что врачей заставляют, но не насильно, а чтобы мы открыли мутуо-медику, это как аутономо, как ЧП. И мы, по сути дела, там снимаем кабинет, делаем пациентов, и им оплачиваем стоимость 30-40% в зависимости. То есть они выступают в роли маркетингового агентства, как мы. Они привлекают врача. Так мои коллеги, то есть я могу прийти и сказать в Кирон «Привет, коллега!» Я делаю то же самое. Так оно и есть. То есть привлечение, скажем так, вот я сейчас ушел, доктор Аликанте, кто подпишется, увидит, что у меня есть сейчас свой блог, у меня есть своя команда, и я ушел в эту команду по той простой причине, что я понял, что мне нужен хороший маркетолог, хорошая команда, которая меня будет просто вести в маркетинг и вести, скажем так, просто рассказывать обо мне, кто я такой, с чем меня едят, и почему ко мне должны прийти. И на самом деле вот этот вот ход у меня был гораздо выгоднее для меня, чем нежели сидеть в кабинете Кирон, потому что я сейчас работаю и онлайн, и у меня очень большой процент онлайн. Супер. То есть ты также, ты открыл свою автонома параллельно, да, то есть получается, ты работаешь? Так и осталось, то есть я не открывал ничего. Это просто осталось в частной клинике, где ты работал, а теперь у тебя частная практика. Просто когда я работал в частной клинике в Кироне, мне все равно надо было открыть автонома, как бы снять их кабинет, для того, чтобы... Да-да-да, поняла. И я просто такой же автонома ушел в другое место, в другой кабинет и просто плачу тот же самый процент людям, которые активно работают и продвигают мои сети. Так, значит, ты ставишь плюсы для работы в государственную клинику. Если человек захочет переезжать и работать доктором, ему нужно амалогировать диплом. А может быть, посоветуешь какие-то ресурсы, где можно этот весь процесс прочитать, как стать доктором? Какие-то, я не знаю... Смотри, на самом деле меняются все моменты и почему эти все ресурсы, они на самом деле не работают. По той простой причине, когда я даже подавал диплом, мне пришлось все перечитать, подать так, как мне там было на сайтах сказано, и то мне не хватало кучи документов. То есть момент был в том, что когда я подавал документы на мальгацию, это было в 2013 году, или 2012-м, то, даже раньше было, то, получается, с меня не требовали языка. То есть даже на испанском языке мне не надо было разговаривать. И я пришел, как на индийском языке, с табличкой, что мне надо амалогировать диплом. То есть, грубо говоря, я 10 лет назад на испанском вообще не разговаривала. То есть не Оля Никитая. А сейчас тебе, мне кажется, по-русски сложно говорить. Я слышу у тебя акцент уже. Я вижу, что ты иногда немножко задерживаешься, я вижу, что ты ищешь русское слово, как мне кажется. Но все же, что конкретно сделать человеку? Искать просто в интернете? Как стать доктором? Смотреть актуальную информацию на сайте? Сайт Министерства, Министерства образования. Там прямо вот все выделено на самом деле. То, что они актуализируют. То есть заходить на официальные сайты. Да, конечно, они написаны на испанском языке. Но в современном цифровой технологии нет ничего невозможного. Можно странички переводить на русский язык. Получится коряво. Но тем не менее понятно. И идти именно по сайтам Министерства образования. То, что от вас требуется. И когда возникает какая-то непонятка в каком-то документе, что за документ такой. То есть диплом, титул. Мы понимаем, что это диплом врача. А там еще есть такой документ, что расписание всех предметов, которые у вас случались. Это вот такая стопка документов в формате А4. С двух сторон распечатанные. Это все-все-все ваши часы расписаны по названиям. То есть там, грубо говоря, терапия, выслушивание сердца, выслушивание легких. Прямо все-все-все расписано. Вот эту большую зачетку, грубо говоря, ее запрашивают. И мы, как правило, в университетах не знаем, с какой целью. У нас же ее нет. У нас есть наша маленькая зачетка, где нам зачеты ставят. Вот. И все. Тем не менее, все университеты должны иметь вот этот план, план именно учебы. Там должны быть все стоять подписи, чтобы этот план учебы росли успешно. Хорошо. Мы сейчас работаем над тем, чтобы также предоставлять услугу по малогации медицинских дипломов. Я надеюсь, что в самое ближайшее время она у нас будет. Поэтому, я думаю, видео будет долго жить. Вы можете писать, спрашивать, появилась ли у нас такая услуга. Мы над этим активно работаем сейчас. Также хочу сказать о том, что испанский язык действительно это, наверное, самый сложный этап для того, чтобы стать врачом здесь. Я сотрудничаю со многими школами здесь и одну могу лично рекомендовать. Не буду видео говорить, но когда вы напишите, скажем. И так как я очень люблю медицину, давайте сделаем промокод «Медицина». Если вы напишите промокод «Медицина», медикам мы будем давать прям хорошие бонусы. Пусть больше хороших медиков, наших медиков будет, чтобы мы не искали их как иголку в стоге с сена здесь. Я буду всячески способствовать, чтобы помочь людям сюда приехать и стать высоко квалифицированным медиком, помогать всем нам быть здоровыми. Друзья, надеюсь, вам было полезно узнать о личном опыте Михаила. Не забудьте подписаться на его социальные сети. Можете писать свои вопросы в комментариях. Мы будем рады ответить. И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал, потому что у нас впереди много интересных видео, и в том числе будут еще новые видео с Михаилом. До встречи! Ждем ваш лайк или дизлайк, насколько вам было полезно или, наоборот, не понравилось. Мы за любое мнение. Главное, не молчите. Я поддерживаю Викторию по той простой причине необходимо всегда иметь обратную связь. Если есть обратная связь, мы можем улучшить наш контент и дать то, что необходимо. Необходимо нашему слушателю, зрителю и желающим тем, как приехать в Испанию. Где что искать и кому обратиться.